Мир вам, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать всех, тех, кто присоединился к нам. Рад, что ты с нами сегодня в это воскресное утро. И мы будем с вами говорить сегодня на такую тему, которую я назвал «Если ты захочешь». Я помню, в детстве мне мама говорила часто, «Если ты захочешь, ты это сделаешь». Я говорю, «Мам, я не могу! Мама, у меня не получается!» Она говорила, «Если ты захочешь, у тебя все получится!» И я благодарю за то, что мои родители с детства внушали мне эту мысль. «У тебя получится! Если ты захочешь, у тебя получится, если ты будешь стараться!» Помните такую старую пословицу нашу? «Если ты захочешь, то на гору скочишь! Если ты захочешь!» Вы знаете, недавно я набрел на одно исследование, которое говорило о том, что причина, основная причина разводов, а в нашей стране процент разводов, пожалуй, наверное, два года тому назад статистика была около 80 или больше 80 процентов. Страшная, ужасающая цифра. То есть практически чуть ли не каждый второй брак, больше даже, распадается в течение первых трех лет. И основная причина разводов состоит не в том, что люди не сошлись характерами, или у них финансовые проблемы, или у них нет жилья, или другие какие-то трудности. Кстати, основная причина разводов состоит в том, что у него или у нее пропадает желание дальше созидать свой брак. Кто-то другой появился на горизонте, какие-то другие идеи, надоело, как прочитанная книжка. Один человек мне сказал, знаешь, она для меня как прочитанная книжка, мне вообще она неинтересна. Я говорю, подожди немного, но это же был твой выбор. Ты же женился, ну и что? Есть же другие, я же могу еще раз жениться. И знаете, так легко, так просто. На самом деле суть и корень проблемы состоит в следующем. Человек не хочет. Все можно преодолеть. Совсем можно справиться, если ты захочешь. Друзья, у меня вопрос. А как формируются люди веры, служители Божьи? Неужели они рождаются таковыми? Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что на самом деле отнюдь не так. И некоторые из них, жизнь которых описана очень детально, они проходили свои сезоны и периоды сомнения, когда казалось, что ничего в их жизни не происходит. Когда казалось, что Бог вообще забыл о них. Они сами с собой, они сами со всеми своими проблемами, и едва ли они справляются. И тогда приходило уныние, и опускались руки. Давид проходил такой путь. Иосиф, Авраам и многие другие служители Божьи. Тот же апостол Павел, который 14 лет находился в своем городе, и никто не интересовался, не было никаких сведений о том, чем занимался Он. Друзья, а что, если Господь Бог запланировал для тебя и для меня нечто удивительное, чудесное и прекрасное? То, что если бы мы увидели это изначально, у нас перехватило бы дыхание. Но сейчас, когда мы проходим, мы не видим это, и у нас опускаются руки, и нам кажется, что, не знаю, может быть, это просто мои какие-то представления. Друзья, в Библии очень ясно показано, что Бог берет обычных простых людей и делает из них своих служителей. Благословляет их, меняет их, преобразовывает их характеры. Люди, у которых скверный характер, такой, знаете, жадный, такие жадные, такие, ну, нехорошие люди, нехорошие люди. И Бог берет их и делает совершенно противоположными. Делает настолько удивительными, что вы даже не можете, не можете представить себе, я помню, я слушал одного проповедника, в Нью-Йорке у него церковь сейчас 12 тысяч человек. И я думал, что он просто, ну, как-то оговорился. Но потом мы обедали вместе с ним, и он рассказывал о себе, каким он был пьяницей. Он говорит, вы не представляете, я просто пил беспробудно, когда меня откачивали, как только я снова имел возможность, и снова пил. Я снова пил, я снова пил. Мужчине лет, наверное, около 60 было. И он говорит, но потом, когда меня Господь коснулся, я, говорит, плакал перед Ним и говорил, да я не хочу так жить. Я просто пропиваю всю свою жизнь, и все, я хочу быть другим. И он говорит, и он что-то внутри сделал со мной, как будто какой-то механизм, который стал меня отвращать от этой жизни. И у меня появилась сила, источник внутри противостоять этому. И он говорит, и потом я начал своим друзьям говорить о том, что есть Бог. Ребята, я чувствую, есть Бог. У меня нет желания уже так пить. Я еще, может быть, выпиваю с вами, потому что вы меня склоняете, но у меня нет желания пить. Ребята, есть Бог. Ребята, это реально все. И он говорит, а потом, через некоторое время их стало много, тех, кто так же, как я, поверил в Бога, покаялся. Говорит, у нас такая целая группа стала, значит, образовалась. Мы, говорит, пошли в одну церковь, в другую. Потом один человек посмотрел на меня и сказал, ты будешь пастырем. И он говорит, я принял это, серьезно принял это. И когда я принял это серьезно, я, говорит, попытался проповедовать. Говорит, вам лучше было бы не слушать мои проповеди. Потому что, когда я проповедовал, я сам засыпал и не понимал даже, о чем я говорю. Я говорил медленно, пытался собрать какие-то мысли о Боге, пытался их как-то разумно выдать презентабельно. И он говорит, и это было просто ужасно. Я думал, что это, он как-то сказал во время проповеди, когда я проповедовал, я сам засыпал во время своих проповедей. Потому что, когда он проповедовал на той конференции, на которой я был, то мы не только не засыпали, мы были как на электрическом стуле. Потому что он говорил, что самое важное в жизни, это присутствие Божие. Самое важное, кто Иисус для тебя. Самое важное, какие цели в жизни ты ставишь. Он просто стоял перед нами и бросал вызов всем нам. И мы чувствовали, что присутствие Божие опустилось на всех нас, мы не могли просто сидеть спокойно. И вдруг он говорит, когда я проповедовал, когда я начинал, вы бы не хотели бы меня слушать, я засыпал во время своей проповеди. Я подумал, ну странные какие-то слова. А потом он пояснил это, и я подумал, как сильно отличается человек, которого Господь только что спас, которого Господь только что взял к себе, от того человека, которым Господь сделает этого человека в будущем. Аллилуйя, если ты захочешь. Можешь ли ты сказать вместе со мной, если я захочу. Если я захочу. Потому что в этом оказывается изюминка и проблема. Я вам дам несколько текстов из Священного Писания и еще скажу несколько мыслей. Евреям 12 глава, с 1 по 2 стихи. Написано так. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Остановлюсь на этом. О чем говорит автор этого письма? Он как будто бы берет указательный палец и просто указывает на меня и говорит, послушай, ты и я. Вокруг нас есть огромное облако свидетелей. О каких свидетелях он говорит? Какие свидетели? Чего свидетели? Некоторые из нас скажут, пастор, давай о свидетелях не надо. Я уже помолился, кровь Иисуса Христа меня очистила. Свидетелей моих грехов? Моего прошлого? Знаете, я когда-то так тоже думал. Я думал, там на небе большое облако свидетелей. Они с престола смотрят, ах ты грешник какой ты, ах ты, ах ты лукавый человек, ах ты схитрил, ах ты дописал, ах ты обманул, ах ты здесь снова схитрил. Мы видим все это, придешь ты на суд. Я когда-то в детстве, когда читал этот текст, у меня как-то так немножко страх это приводило в ступор. Свидетели их так много еще, огромное облако свидетелей. Но на самом деле, друзья, здесь речь идет совсем о других свидетелях. Прочтите перед этим 11 глава послания к евреям. Здесь апостол описывает имена этих свидетелей. И он здесь называет того же Авеля, о котором мы слышали сегодня, Еноха, Ноя, Аврааму, Сару. Он называет Иосифа, Моисея. И потом продолжает еще говорить о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде и так далее, Самуиле. Кто эти люди? И говорит, еще много других есть. Кто эти люди? Как мы можем описать этих людей? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что мы скажем, что это люди, которые стоят в галерее веры. Вот ты приходишь в музей, там много картин. Я помню, я пришел в Третьяковскую галерею, ходил, открыв рот. Просто жена говорит, ну идем дальше. Я говорю, подожди, ты не почувствуешь эффекта, если ты не постоишь и не всмотришься. Я помню, как однажды один внутренний человек мне сказал, возле картины не беги. Смиряй свой телефон. Стой и смотри. Ты увидишь много того, чего ты не увидишь, если ты пробежишь. И я стоял, смотрел, вглядываясь в каждую картину там. Вот ты приходишь в такую большую галерею, и там жизнь Иосифа. Это интересно. И там жизнь Давида. И ты стоишь, открыв рот, у тебя снимки текут потом. Давид, какой ты крутой. Ты этого Голиафа убил вообще. Ты смотришь дальше, там жизнь Ифаи. Кто такой Ифаи? Ифаи, что-то я мало знал. Кто из вас знает, кто такой Ифаи? Там жизнь Самуил. А, Самуил пророк был. Ну я не пророк, что мне Самуил? И ты думаешь, да ладно, пробегусь дальше. Подожди, постой. Посмотри. Все эти люди, вся эта галерея мужей веры, чему они свидетели? Друзья, они не свидетели твоих и моих грехов. Им не нужны твои мои грехи. Неужели вы думаете, что на небе они ловят нас, смотрят за нашими грехами и ошибками? Да вы что? Там даже упоминания об этом нет. Но они свидетели того, что они сохранили свою веру. Несмотря на то, что было очень трудно. Несмотря на то, что был сезон. Когда казалось, что Бог молчит. Когда казалось, что небеса просто, как в Библии написано, медные. Дун, дун, дун. Господи, почему ты не отвечаешь? Когда трудности, проблемы, финансовые, нехватка. Когда, может быть, какие-то конфликтные ситуации. Когда люди тебя не понимают. Когда ты просто как белая ворона среди всех. Когда ты сохраняешь свою веру, и тебе кажется, что ты один. Помните, Илья говорит, ты один. Бог говорит, ты не один. Еще есть семь тысяч. Но когда тебе кажется, что ты один. Когда тебе кажется, что вообще Бог молчит. И ты близок к тому, чтобы сдаться. Может быть, буквально в нескольких шагах от смены сезона. От того, когда Бог ведет тебя в славу. Но ты готов уже сдаться. То вот эти, мужи, веры. Тот же самый Ной, который более ста лет верил по одному слову и построил ковчег. Они смотрят на тебя и меня. И говорят, не сдавайся. Посмотри на нас. Нам тоже казалось, что Бог молчит. Но Бог на самом деле писал нашу историю жизни. Большую историю жизни. В которой были целые сезоны, когда Бог должен был, чтобы написать этот сюжет, молчать. Чтобы мы ближе понимали и чувствовали. Чтобы мы искали его. Чтобы мы хотели, чтобы жажду возбудить в нас. Желание, чтобы мы разочаровались в людях. В миру, в этой системе мирской. Разочаровались во всем. Чтобы душа наша прилепилась и потянулась к Богу по-настоящему. И эти люди, облако, большое количество. Ни один или ни два. Они говорят, давай, давай, давай. Не сдавайся в вере. Не опускай своих рук. Продолжай. Второй стих говорит, взирая на начальника и совершителя веры. В подлиннике, смотри на основателя, на первопричину и на источник твоей веры, который в Иисусе. Иисус является источником веры. Первооснователем и причиной нашей веры. Я хочу, чтобы мы посмотрели еще одиннадцатую главу в самом конце. Это было двенадцатая, первый и второй стих. Давайте на один стих чуть раньше посмотрим. Написано, и все сии, на два стиха, с 39-го. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Очень интересно. Весь этот список свидетелей, они не получили обещанного. Как это не получили? Помните Авраам? Авраам искал город художником и строителем, которого был Бог. Проискал всю свою жизнь, проходил, и так и не нашел. И не получил обещанного. Вообще, об Аврааме интересно поговорить. Потому что Авраам получил несколько обещаний от Господа. Жил себе человек в хорошем городе. Очень развитая цивилизация была в том городе. Это был Урхалдейский. Ему было где-то около 70 лет, когда Господь пришел к нему и заговорил с ним. У него был папа, семья была, своя семья, родители. Он был очень состоятельным, было много всего. Племянник был, то есть брат был, племянник был. И вдруг Господь заговорил с ним, и Бог попросил у него одну вещь. Он сказал, Авраам, поверишь ли ты мне? Пойдешь ли ты, выйдешь ли ты из твоего нажитого места? Пойдешь ли ты за мною? Я представляю себе, если бы я был на месте Авраама, я бы сказал, куда? Но Бог не ответил. Куда? Но Бог не ответил. Ну ты скажи, куда идти? Тишина. Господи, а что я получу? Я благоставлю тебя. Я дам тебе сына. А он старенький. Уже старенький. Уже 70. Детей нету. И Сара хорошенькая, и детей нету. Так бывает, да? И нету детей. И они мечтают, молятся. И все как надо делают. И у них ничего не получается. И ну что ты сделаешь? Ну то есть, ну нету детей. И все. Я дам тебе сына. Я благоставлю его. Я дам тебе землю. И я дам тебе целый народ. И в этом народе я благоставлю вообще все человечество. Что? Пойду. Уже не важно куда. Пойду. Пойду. Я представляю себе, как он приходит к папе и говорит, папа, послушай меня. Я тебе хочу что-то рассказать. Ну, отец его по имени Фара. Уважаемый человек, патриарх. Ну такой, знаете, отец патриарха. Потому что Абрам патриарх. Ну это отец патриарха. Патри-патриарх. Не знаю, как сказать. И он, наверное, говорит ему, присядь, пожалуйста, потому что ты это. Ты будешь удивлен, что я тебе скажу. Но я тебе очень серьезно хочу что-то сказать. Папа, присядь. Ну он усадил отца. Он говорит, слушай, папа, со мной Бог, говорю. Он говорит, что-что? Бог? Какие боги? У нас много богов. Они же были язычниками, да? Какие боги? Какой именно Бог с тобой разговаривал? Нет, Бог только один, папа. Это все ложные идолы. Это все придумали люди. Бог только один. И этот живой Бог со мной разговаривал. Ого-го. Ну и что он тебе сказал? Скажи, пожалуйста. Папа, он мне сказал, что я должен отставить тебя и все, что здесь есть, и идти за ним. Интересно, куда ты собрался, а? И куда ты пойдешь? Папа, я не знаю. Как это интересно? Ты говоришь, что ты говорил с Богом? Ты говоришь, что он тебе сказал куда-то идти? И ты даже не знаешь, куда тебе идти? И ты хочешь меня оставить? Сынок, нет, я против. По-моему, ты не трезв. В результате он берет своего отца и знаете всю эту историю. Но смотрите, посмотрите на самого Авраама. В каком состоянии этот человек? Бог пообещал ему. Проходит много лет. И ничего нет. Он ходит. Живет в одном месте. Потом в другом месте. Ничего нет. Где твое обещание, Господь? Ничего не исполняется. Он решает, надо помочь Богу. Ну, все-таки обещание же такое серьезное. То есть надо как-то помочь. Разговаривает со своей женой. Она говорит, ну, если у нас вот домохозяйка, служанка твоя, Агарь, ну, войди к ней, переспи с ней. Она забеременеет, может быть, от тебя. Если все нормально, если мальчик родится, вот и будет дитя, которое Бог обещал. Знаете историю? До сегодняшнего дня этот конфликт не утихает между арабами и евреями. Это дети Авраама, потому что родился мальчик по имени Измаил. И этот мальчик, это мальчик невыдержанности, нехватки терпения и веры в Бога Авраама. Хотя Бог сказал, я благословлю его. И из него тоже произойдет великий народ. Проходит 25 лет. Ему 99 лет. Скажи вместе 99. Мне даже страшно подумать 99 лет. Я уже устал, когда я начинаю думать о 99 годах. 99 лет. Приходит снова Бог к нему. Авраам даже не хочет слышать. Он и жена, они смеются Богу. Он говорит, через год у тебя будет Сын. Почему через год, не через 9 месяцев? Потому что 3 месяца надо, чтобы мозги переключить и начать снова верить Богу, что если Бог сказал, то это исполнится. Горы сдвинутся, холмы поколеблются. Милость Божия не будет отнята. Слово Господнее исполнится не в наши дни, но в те дни, когда Бог сказал. Поэтому через год. Но посмотрите на Авраама. Там другая ситуация была. Они пришли в одну страну. Сара была очень красивая. Авраам зачуял что-то неладное. И он, когда только пришли, говорит, слушай, если этот мужчина, царь, спросит тебя, кто ты, чтобы моя жизнь сохранилась, скажи, что ты моя сестра, если что-то там, ну, мне же надо сохранить жизнь свою. И он сделал это дважды. Если быть честными, то это называется ложь и предательство. Господи, вот это наш патриарх. Давайте откроем римлянам 4 главу 18-20 стих. Написано, он, сверх надежды, поверил с надеждою. Через это сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, да? И дальше написано. И не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен, исполнить обещанное. 20 стих. Не поколебался в обетовании Божьим неверием. Вы знаете, друзья, у меня есть вопрос. Логичный, просто я думаю логически. Мне хочется у Бога спросить. Боже, а ты читал Библию? Особенно книгу бытия. Я вот когда читал историю Авраама, то я там видел, что он не просто не поколебался в вере. Он как на этих американских горках вниз, как у нас в парке в нашем. Там, помните, история описана, когда Бог приходит к нему, он сидит в шалаше, и Бог начинает говорить с ним, а он даже не выходит, не поднимает головы и говорит, у меня Елеезер тут сейчас, распорядитель дома, он будет мой наследник. Бог говорит, ходи предо мной. Он ему, вот, ты мне сына обещал. Нет у меня сына. Вот этот человек, который сейчас трудится, он у меня будет наследником. Бог говорит, Авраам, выйди из шатра. Выйди из палатки, выводит его. Говорит, подними голову, посмотри на звезды. Посмотри, сколько песка у моря. Столько будет у тебя детей. Написано, что Авраам тогда поверил. Вот горка пошла вверх. До следующего. Где Бог? Где обетование? Где исполнение? Где эти слова? Подождите, то ли апостол Павел тут ошибся, то ли опечатка у нас. Я покопал, в подлиннике точно так написано. То ли что-то не так. То ли Дух Святой, когда писал эти слова, мыслил по-другому. Вот как разрешить этот конфликт? Когда Авраам вот так вот колебался и жену свою предавал дважды. И вот так вот, все время. Ну, в конечном счете, конечно, он получил сына. Через год. Действительности родился у него сын. И он назвал его Исааком. И это было удивительно. Ну, а что с вот этим периодом? Вот таким вот. Знаете, ответ следующий. Бог на самом деле не обращает внимания на то, что ты в какой-то момент даже и не веришь уже. У него на его божественном радаре там даже ничего не мелькает. Если ты встаешь утром и говоришь, у меня такой ужасный день. Все плохо. Ничего не получилось вообще. Вообще ужасно. Если ты несколько дней даже живешь в таком состоянии, это ужасно, конечно, то ты время просто прожигаешь. Но выглядит так, что Бог как-то особо... Он смотрит на Авраама. И он смотрит, что с каждым падением вниз в нем есть этот механизм, который снова возбуждает в нем жажду и голод. Ему хочется Богу верить. Ему хочется Богу доверять. Ему хочется с новой силой посвятить себя Господу. И его горка поднимается выше. Потом он снова падает. И потом следующая горка поднимается еще выше. И потом еще выше. И потом еще выше. И Бог, оказывается, каким-то образом проводит вот эту вот линию по вот этим верхним точкам. И говорит, а он не поколебался. Он вообще-то вот так вот у меня был тверд в вере. Давайте воздадим славу нашему Господу. У него другая система измерения вообще. Я настолько этому рад. Друзья, но в бытие в двадцать первой главе мы найдем стих. Там написано так. Тридцать третий стих. Насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. Интересно. Вот эта вот мысль интересна. Призвал там имя Господа Бога Вечного. Вы знаете, что Бог открывался людям разными именами. И Я Бог мира Эль-Шалом И Я Бог исцеляющий Иегова Рафе И Я Бог Нисси Который знамя Твое И Я Бог Иегова Ире Обеспечивающий Тебя Разные имена Бог давал И Саваоф И Элоим Разные Бог Владычество Бог Сотворяющий Бог Творящий То есть какая-то грань Бога Бог вообще не познаваем Он настолько глубок Он настолько не познаваем что нам вечности будет мало Мы будем просто удивляться все время Богу когда мы будем возле Него Но Он открывает какие-то грани как бриллиант Раз и сверкнуло что-то А вот в этом свечении есть что-то удивительное в чем я нуждаюсь Я нуждаюсь в мире Я нуждаюсь в исцелении Бог открывает себя А вот здесь Авраам И Он впервые озвучивает имя Бога Которое никогда еще не было открыто Я представляю себе Ему уже за сто здесь У Него уже есть Исаак Он уже не смеется Он уже смотрит на чудо Божие Потому что Он говорил Боже Ты же знаешь что у моей жены Сары естественно и все прекратилось Господи Ты наверное там на небе не понимаешь что репродуктивная способность женщины уже давно уже все Понимаешь Господи Уже тут невозможно уже иметь детей Господи Мы старички совсем Мы Господи Мне 99 Ты о чем? Господи Он смеялся Прямо Богу в лицо смеялся Но через год когда родился сын они тоже смеялись написано Только это был смех радости Я так хочу чтобы у нас вот этот второй смех был Когда ты когда ты не можешь сдержать улыбку и радость Мое чудо пришло Мой ответ от Господа пришел Бог сделал это Бог совершил это Я не верил Я был в унынии Я шел этой долиной Такая долгая долина Потому что Он писал такую какую-то историю в моей жизни Такой сюжет у меня сделал У меня было столько потерь Родные, близкие ушли Столько перемен Столько передвижений Столько всего Но Он Бог Он Он видел конец Он видел конец в самом начале Когда мне было чуть больше 70 Он призвал меня Авраам бы сказал Он призвал меня И он оказывается видел конец И видел конец Знаете, что здесь написано? Что Авраам рощу посадил Роща это вообще кусок леса Это деревья в куче Вы садили когда-нибудь дерево? Меня отец брал На сдачу была Я садил здесь деревья Я садил в Израиле деревья Когда-то приехала там какая-то была акция И мы там все садили деревья лес Так что я в Израиле имею какое-то дерево посаженное своими руками Ну там как-то просто было А когда отец Там надо было копать 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 Так все травой заросло Я помню Это выбирай Бурьян выбирай Вот так копай Глубже копай Камни доставай Вот так вот туда поливай Сади Друзья Рощу целый лес на саде Вы думаете это полчаса? Или один день? Или один месяц? Может быть полгода? Может быть год? Может быть больше? Это же состояние человека Столетний 110-120 лет Мужичку Дедушка С лопатой А лопат тогда не было Еще металла не было С какой-то кирочкой Или дубиночкой Там роет А это Это восток Там знаете Каменистая такая почва И садит И садит И садит Что с тобой? Авраам Исаак бегает Молодой Чудо Божие бегает Обетование Боже, ты прав Ты сказал Ты сказал, что если я пойду Ты дашь мне сына Ты дал мне сына Я старик А у меня есть сын У меня есть сын Обетование Ты сказал В нем благословятся все народы Ты сказал, что ты дашь мне еще землю Страну дашь мне И ты сказал, что ты благословишь весь мир вообще Через этот народ Что через этого мальчика целый народ произойдет Господи Это состояние Ты оказывается видел А ты видел, какой я был Какой я был по характеру плохой Ты видел, как я предавал жену Как я боялся Ты видел все страхи Видел Господи Ты все это видел Ты видел меня Ты видел, как я Папочку взял с собой Ты не хотел, чтобы я брал А я взял Потому что папа сказал Я тебя не отпущу Я мягкий был Ты видел Ты все сделал по-другому И ты вот это терпел 25 лет А ты видел, сколько раз я не верил Сколько раз я Я говорил уже все Забыть надо Забыть надо Вообще Что-то привиделось мне Разве это Бог Столько лет прошло Ну где Бог Где Бог Столько лет прошло Ты видел все это И он садит снова дерево Исаак, помоги Он садит новое дерево Садит новое дерево Новое дерево И Бог приходит к нему И Бог показывает ему Вот эту грань Которую я хочу Чтобы мы все увидели Сейчас, друзья Если вы что-нибудь Запомните с этой проповеди Запомните это Бог говорит Я вечный Интересное слово Я вчера пытался Понять его Наш разум заканчивается Он говорит Во мне Нет времени Все, что было До меня И все, что будет После меня И все, что происходит В эту минуту жизни Я над всем этим Я вообще держу Время в своих руках Поэтому До твоего рождения Я определил Для тебя судьбу Поэтому До того Как ты пришел И до того Как мир был основан Я видел твою жизнь Я любящий отец И я хотел Благословить тебя И я вложил в тебя Определенный потенциал Я дал тебе Чтобы ты кем-то Встал Я мечтаю о тебе Я вижу твой характер Я вижу все Что происходит с тобой Но Имею отношение с тобой Не на основании Твоих дел Я имею отношение с тобой На основании того Кем ты будешь Я Бог Я вне времени Ты проходишь Тебя отвлекает Направо-налево От суета Неверие Сомнение Заботы А я Бог Который Храню слово свое Если захочешь Если посвятишь Себя мне Если по-настоящему Поверишь мне Я не буду видеть Твоих амплитуд Я приведу тебя К этому И ты станешь У меня Тем Кем я задумал И я представляю себе Как он садит Эти деревья Садит И он не может Садить больше Он просто От откровения Раздавлен У вас такое бывает У меня бывает Я хожу по дому Я ничего не Я уже все забыл Передо мной Целая панорама Бога Вечности Величия Святости Доброго Бога Не злого Бога Не думающего Я тебе в ад отправлю За твои грехи Доброго Который говорит Держись За меня Я источник твоей веры Я исполню обетование Все что я сказал Все произойдет В мое время Не опусти рук Доброго Бога Отца Любящего Отца Я представляю себе Авраам Просто Раздавлен этим Откровением И у нас коротенький стих Насадил Авраам Рощу Продолжал садить Призвал имя Господне И сказал Я знаю Бога Бога Вечного Невременного Мое время Так быстро летит У меня осталось Пару минут Я попрошу вас Вау Я только один пункт сказал Господи Договори все Что я не сказал Я скажу Одну еще мысль Мне было 13 лет Когда впервые Бог проговорил Мою жизнь Проговорил очень ясно Я находился в Эстонии Не знаю здесь есть Лена или нет Она живет в Таллине И там такая церковь Есть Оливесты Я приехал туда Потому что там Было движение Божие Закончилось собрание И была огромная очередь Чтобы помолиться Люди в основном Молились о бесцелении Потому что много больных Тогда Там такая очередь была Я никогда Как за колбасой В Советском Союзе Больше наверное Я никогда не видел На колясках С костылями В очках С палочками Так вот поддерживают Там присядут Сидят Там такой храм Такой знаете Как будто католический Или такой Лютеранский храм Высокий Такие сидения Такие знаете Ну как в таких храмах Они там сидят Ждут своей очереди Помолиться А я был очень Быстрым Шустрым И мне вот эта вот Очередь Ну я в церкви Поэтому Ну я и особо Как бы вроде Не нуждался помолиться Но я конечно Хотел получить исцеление У меня тоже были Немощи Но Я почему-то Переживал Бога Я ходил как-то Что-то необыкновенное Здесь в этом храме было Я ходил Заглянул туда Туда забежал Одна сестра позвала меня И она тоже приехала И она говорит Я хочу помолиться с тобой И когда она молилась Она говорит Я вижу видение Я вижу как ты стоишь Перед большим количеством людей Ты говоришь И я понимаю Что ты кормишь их хлебом И она говорит Ты Будешь служителем Божиим У Бога есть призвание На твою жизнь Это впервые в жизни Я слышу У Бога есть призвание На твою жизнь Он будет готовить тебя И я говорю Как? И она говорит Это слово произносит Он даст тебе жажду по нем Тебе будет многого не хватать Ты не будешь удовлетворяться Всем что вокруг Ты будешь хотеть Большего и большего Ты будешь Бога хотеть Ты будешь к Богу тянуться И тогда Она мне дает наставление Она говорит И тогда не гоняй футбол Не бегай с пацанами Лучше возьми Библию Читай Библию И молись чтобы Господь Открыл твой ум К разумению Писания Потому что Бог готовит тебя К служению Несколько слов о пророчестве Что такое пророчество? Это не обличение во грехе Хотя эта часть тоже имеет место быть Пророчество Пророчество это Божий взгляд на тебя Кем ты будешь? Я помню я в церковь шел Дождь такой шел Мне было лет 15-16 И мужчина там лежал пьяный Я его притащил в церковь В нашей церкви Мы были просто в частных домах Мы с мира не приводили людей Потому что боялись Что предатели могут быть Но я его притащил в церковь И он сел там в коридоре Я говорю в коридоре пусть сидит Сел И когда кончилось собрание Он ко всем лесам Обниматься, целоваться Я его пытался как-то так Оградить все Но во время молитвы К нему подошел человек Пророчествующий И говорил этому пьяному мужчине Что у Бога есть судьба для него И говорил что Бог Дал ему жизнь на земле И хочет чтобы он исполнил Предназначение Божие Этот пьяный трудно было понять То ли он плачет То ли он не собниматься Я его сдерживал То ли он кается То ли он что Это служитель Божий стал Вот что такое слово пророчество Вот почему Павел говорит Воинствуй Согласно пророчествам Которые были о тебе Это Божий взгляд В будущее Кем ты станешь А не кем ты есть Друзья, здесь есть много людей Вы слышите меня сейчас У Бога есть призвание Для каждого человека Нет ни одного человека Который родился бы И у Бога не было бы никаких мыслей о вас Это обман Если вы думаете Что вы случайность Это обман Если вы смотрите с точки зрения химии Ну это просто реакция Эмбрион Ой, это просто зародыш Это не так Бог дает жизнь Когда ты слышишь меня Знай, что у Бога есть судьба для тебя Он вечный Бог Он не временный Бог Он не смотрит на тебя Исходя из твоих поступков Ты можешь быть грешником Пьяницей Наркоманом Последним каким-то человеком В обществе И люди все будут Отвергать тебя Но Бог Посмотрит на тебя И скажет У меня есть судьба для тебя Я знаю, кем ты станешь Несмотря на твой скверный характер Я знаю, кем я сделаю тебя Если ты захочешь Если ты примешь решение в своем сердце Если ты скажешь Да, Господи Вот я, я устал Я пойду за тобой Склоним наши головы сейчас Отец Небесный Я благодарю тебя за призыв твой Ты сегодня призываешь людей Ты призвал когда-то Елисея И он захотел двойное помазание И Иисус Навин хотел Получить то, что имел Моисей Эти отношения с Богом Тимофей не отступал от Павла Господи, ты сегодня зовешь Ты сегодня зовешь людей У которых есть голод и жажда по тебе Ты сегодня зовешь, чтобы сделать из нас Тех, кем ты хочешь нас сделать Господи, ты вечный Бог Ты вне времени И мы доверяем себя тебе И мы посвящаем себя тебе Возьми нас, Господь Мы знаем, что в будущие времена Ты поднимешь целую армию служителей, Господь Господи, вот я Возьми меня Сделай, кого ты хочешь Меняй мой характер Проводи меня, Господь, разными сезонами И даже если сезон, где я падаю в неверии Господи, поднимай меня снова Ты вложил в меня этот механизм Ты являешься источником моей веры Я верю тебе, я доверяю тебе, Господь И я поклоняюсь тебе, Иисус Хвала тебе и слава Аминь и аминь